Насладились красотами города на Волге и обменялись впечатлениями. В Самару приехали родственники писателя Алексея Толстого. История нашего города неразрывно связана с его жизнью и творчеством. Автор известных романов «Хождение по мукам», Петр Первый и повести «Приключения Буратино» или «Золотой ключик» родился в Самарской губернии и прожил здесь почти два десятка лет. Гостей поприветствовали глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн и руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова. Имя Алексея Толстого в очередной еще раз на территории нашего города. Для родственников организовали мини-экскурсию по городу. Начали с музея-усадьбы Алексея Толстого. У нас были сыновья Алексея Толстого в свое время. По многу раз были и во многом благодаря им этот музей и стал таким, каким мы его сегодня видели. Приезжали почти все внуки, но вот только Денис Дмитриевич у нас сегодня впервые. Это важно и для потомков, это важно и для самарцев, это важно и для Самары. В этой квартире все предметы интерьера передают атмосферу тех лет, когда здесь проживала семья Толстых. С каждым годом коллекция пополняется. Так, например, в музее появился новый экспонат – родовая икона святого Спиридона Тремифунского. Она была передана племяннице еще в советское время. Однако тогда религия была под запретом. Есть прекрасный музей, который так бережно хранит память об Алексее Толстого и который собирает по кусочкам самые разные материалы, самые интересные какие-то редкие снимки, которые координируют культурную общественность Самары вокруг себя. Это замечательно. Я знаю три музея Алексея Толстого. Один в Москве, один в Пушкине под Петербургом и вот тут, но здесь просто вершина. Это потрясающе. Буквально один шаг и ты переносишься в далекий 19 век. Два книжных шкафа и письменный стол, старинные архивные фотографии, блестящий самовар в обеденном зале. Здесь каждый уголок дома тесно связан с жизнью семьи писателя. Лампа подлинная, это вот тоже из подарков Людмилы Ильиничной. То есть Алексей Толстой ее купил в 30-е годы на столе в кабинете. Есть фотографии с Людмилой Ильиничной рядом с этой лампой. Вот это вот первые наши музейные экспонаты, бюро и лампы. В нем очень много разных экспонатов и пианино еще можно поиграть на нем. Буратино очень классный. Он такой с волочками, ключик нашелся золотой и он очень маленький. Детям Алексей Николаевич известен как папа Буратино. Однако для юных читателей он написал не только эту книгу. Также гости подписали книги Алексея Толстого, которые хранятся в музее. Ксения Баканова, Константин Головин. События.